Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал, студия Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в Украине и мире к этому часу. Петр Порошенко и Ангела Меркель решали, как обеспечить надежные поставки газа в Украину и энергетическую безопасность Европы. В телефонном разговоре президент Украины и канцлер Германии обсудили результаты трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия. Глава украинского государства отметил у него запланированные телефонные консультации на эту тему с президентом Европейского совета Херманом Ван Рампеем и Жан-Клодом Юнкером. Последний сменит Рампея на его посту 1 ноября. Тем временем в «Газпроме» озвучили согласованную цену газа для Украины. В четвертом квартале 2014 года голубое топливо будет стоить 378 долларов за 1000 кубометров, а в первом квартале 2015 года – 365 долларов. Напомню, сегодня, несколькими часами ранее, эти же суммы, тогда еще предполагаемые, называл премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Будущая парламентская коалиция инициирует снижение единого социального взноса. Его процент упадет с 37 до 23. По мнению специалистов, это позволит сократить объемы теневых зарплат. Но не все воспринимают такую инициативу оптимистично. У нас нет опыта в стране выводения экономики с теней. Мы не можем быть уверены, что это удастся сделать. И больше того, просто потому что у нас такого опыта не было. И самое главное, что даже если это действительно случится, то мы не понимаем часовые рамки, за которые это случится. Ежегодно государство получает 160 миллиардов гривен в виде налогов с зарплат. Уменьшение налога повлечет за собой снижение поступлений. Но эксперты уверены, если зарплаты будут выплачивать честно, то государство не ощутит изменений. Напомню, по данным фискальной службы, ежегодно в Украине работники получают около четверти миллиарда гривен в конвертах. В Запорожье скоро появятся модульные дома для вынужденных переселенцев с Донбасса. Сейчас там идут подготовительные земельные работы. Как и в Харькове, модульные строения поставят немцы. О временном жилье смотрите далее. Модульные дома прибылы в Запорожье в начале ноября. Ранее туда уже привезли бытовую технику и другие необходимые вещи. Временное жилище украинцам предоставляет немецкое общество международного сотрудничества. Запорожская городская власть заверила – обеспечить жилой комплекс водой, электричеством и канализацией. Мы обеспечим подготовку площадки. Параллельно будем выполнять работы по подводу внешних сетей водоснабжения и канализации. Электроснабжение останется нам выполнить уже саму разводку по самой территории площадки с подключением каждого модуля к сетям и коммуникациям. Жилые модули рассчитаны на 400 человек. В них отдельные кухонные блоки, столовые и санузлы. Общая кухня и общая обеденная, будем говорить, общая столовая. На этой стороне чередуются жилые комнаты через санузлы. Жилая комната – санузел для нее. Следующая жилая комната – обратный санузел для нее. То есть через чередование. Запорожские чиновники позаботились о детях. Городская власть установит на территории комплекса детскую площадку и озеренит ее. Завершить возведение поселка планируется до конца декабря. Тогда же в дома заселятся переселенцы. ОПЕК не планирует существенно снижать объемы добычи черного золота. Организация странных спортеров нефти намерена сохранить их и в будущем году. Об этом на международной конференции в Лондоне «Нефть и деньги» заявил глава организации Абдала Салем Аль-Бадри. По его словам, спрос на черное золото, которое поставляют члены ОПЕК, составит около 30 миллионов баррелей в сутки. Это несущественно отличается от нынешних объемов добычи. Напомню, увеличение добычи нефти странными членами организации – одна из причин ее удешевления. Тем временем в России добыча черного золота может упасть на 30% причиной истощения старых месторождений и, как следствие, затраты времени на освоение новых. Предполагаемый объем падения – с 10,5 до 7,5 миллионов баррелей. Один из вариантов восстановления объемов – добыча нефти в Арктике и Сибири. Но сделать это в условиях, когда к России применяют экономические санкции, будет очень непросто. Почти 60% необходимого оборудования для таких работ поставляли в страны, которые и ввели санкции. Сокращение объемов добычи скажется на поступлениях в российский бюджет. На этом пока все. Больше информации в 19 часов. Всего доброго.